На территории колонии пресечены массовые беспорядки. Сотрудники УФСИН провели учения. Сначала осужденные ворвались в здание, где проходило совещание, а потом захватили заложников и устроили погромы на улице. С бунтарями несколько часов велись переговоры. Таким образом, силовики отработали психологические и воспитательные методы ведения переговоров с зачинщиками беспорядков. Навыки, которые сотрудники получают при обучении, они могут пригодиться им в служебной деятельности, при совершении любого противоправного действия спецконтингентом в отношении сотрудников или других лиц, наверное, населения. Известный архангельский журналист Валентин Пролетарский стал почетным гражданином Архангельской области. Сегодня решение об этом приняли депутаты областного собрания на очередной сессии. Как было отмечено, Валентин Николаевич внес большой вклад в развитие региональной журналистики в дело сохранения и пропаганды русского литературного языка и формирования речевой грамотности у северян. Вместе с первыми холодами в столице Поморья на зимний режим работы перешло и предприятие Архкомхоз, отвечающее за содержание дорог. Прежде всего, особое внимание уделено мостам областного центра. С сегодняшнего дня количество спецтехники на дорогах будет увеличиваться. Сегодня начались первые заморозки, сегодня мы уже подсыпали мосты и местами подсыпали дороги города Архангельска. Техника готова практически 100% к зиме, песко-соляная смесь заготовлена в достаточном объеме, то есть ждем снега, ждем морозов. То есть предприятие уже готово к хладам? Да, предприятие готово полностью. Всего в автопарке предприятие 90 спецмашин. В пиковые дни, когда идут обильные снегопады, к уборке подключаются фирмы-подрядчики. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора Красноборского детдома Елены Артемьевой. Напомним, летом этого года воспитанники под руководством инструктора по труду Алексея Белякова отправились в лес заготавливать веники. С разрешения взрослого ребята побежали купаться, но двое мальчиков 11 и 14 лет утонули. По версии следствия, собраны достаточные доказательства для обвинения в преступной халатности, поэтому дело директора Красноборского детдома вернули на доследование. До 1 декабря всем жителям Архангельской области необходимо заплатить три вида налога – на имущество, земельный и транспортный. Все почтовые уведомления должны поступить от налоговой инспекции до 18 ноября, а тем, кто зарегистрирован в личном кабинете, извещения придут там. В этом году при уплате налогов появилось несколько новшеств. В этом году уведомления единые. Если у граждан имеется имущество, земля и транспорт в различных субъектах Российской Федерации, то все они будут указаны в едином уведомлении. Подробнее на эту тему в вечернем выпуске «Автографа дня» в 19 часов 20 минут. Администрация Архангельска ждет предложения от жителей города, как привести в порядок набережную Северной Двины. В областном центре существует архитектурная концепция благоустройства и оформления главной достопримечательности столицы Поморья. Предполагается условно разделить набережную на несколько зон – мемориально-историческую, спортивно-развлекательную и общественную, а также зону при речного отдыха. Каждый горожанин может внести свои предложения в администрацию Архангельска по электронной почте. Сегодня Департамент городского хозяйства Администрация Архангельска организует прямую телефонную линию с 16 до 17 часов. Ваших звонков будет ждать директор Департамента Виталий Акишин. Телефон 20-81-79. Архангельский водник в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги первую игру на своем поле проведет 16 ноября. Все матчи начнутся в вечернее время. Во сколько именно предлагается определить самим болельщикам? Голосование проходит в официальной группе «Желто-зеленых» в социальной сети ВКонтакте. Своё мнение можно высказать до 9 утра 31 октября. Хотите стройную фигуру без изнурительных тренировок? Укрепить здоровье и отдохнуть? Фитнес для женщин. Клуб «Разминка». Ломоносова, 154. И о погоде. Сейчас в Архангельске пасмурно. В течение дня небольшой снег. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха минус 1. Программа «Сейчас в регионе» в эфире «Каждый час». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин